В Центральной городской библиотеке Химок состоялась встреча с публикой под названием «В краю родникового слова». Вечер был посвящен памяти известного советского писателя Федора Абрамова. В феврале почитатели его таланта отмечают столетие со дня рождения автора. Несмотря на то, что родился он в селе Веркало Архангельской области, с некоторыми жителями Химок его связывают почти что родственные узы. Семья Ирины Маковеевой была дружна с Федором Александровичем. Теперь она сама, заслуженный художник России, будет заниматься оформлением биографической книги об Абрамове. Вороницин – друг юности Федора Абрамова. Это мой дядя, я его племянница. И, конечно, тогда я маленькая девочка была, я этого не понимала. И уже много позже узнала об этой дружбе. Федор Абрамов – это писатель нашей юности, молодости. Биографию Федора Абрамова, одного из ярчайших представителей деревенской прозы, готовит к выпуску Олег Трушин. Сам писатель, он долгое время исследовал жизнь и творчество своего знаменитого коллеги. Я не видел ни одного писателя с такой трудной судьбой, как Федора Абрамова. Это, в общем, маленькая, скажем так, ну небольшая в рамках вообще человеческой жизни жизнь, а скончался он 63 года, вот, вместила в себя и ученую деятельность, и фронт, и войну, и литературу. И, в общем-то, перепития такие были, очень большие, как он только выстоял. Вот он мог погибнуть в любую минуту, абсолютно. Это из простой крестьянской семьи, из очень бедной крестьянской семьи. Едва не похоронены в братской могиле войны. Потом много лет не печатали. То есть дважды ЦК партии принимали постановление о непечатании Федора Абрамова и его произведения. В общем, это все было очень сложно. Главной темой творчества Федора Абрамова был колхозный быт и крестьянский мир русского севера, показанный в его будничных заботах, горестях и радостях. Рассказы автора вошли в круг детского чтения и стали частью школьной программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова